А все начиналось так хорошо. Под угрозой прекращения дальнейшего финансирования оказался государственный творческий проект по программе «Артспорт». Это решение может отнять возможность у тысяч детей посещать бесплатные кружки, а сотни предпринимателей лишатся работы. Ирина Вобещевич расскажет подробности. Если сейчас государство каждому арендатору, каждому организатору, вот так будет по 335 процентов, и каждому так скажет какую-то часть оплачивать, и у меня просто карманы поднимет. Айгерима Убакирова вот уже как месяц водит свою дочь в кружок роки шестья от девочки занятия «Нравится». Здесь она уже многому научилась. Да вот только на днях родителям объявили, что за посещение придется платить. У Айгерим пятеро детей, четверо ходят в разные кружки и везде подобная ситуация. Изначально по программе «Артспорт» мы вообще ничего не оплачивали. То есть это бесплатно. За нас оплачивало государство. Но недавно, буквально неделю назад, Сабина Сериковна нас уведомила о том, что сейчас идут какие-то затруднения. То есть государство может только оплачивать из 100 процентов только 30-35 процентов. Об этом же заявляют и другие родители, оказавшиеся в неопределенной ситуации. Нам предложили на платной основе. Но платно, ну довольно накладно будет. Сумму сказали примерно 10 тысяч. Плюс-минус 10 тысяч в месяц. У меня трое детей. И все дети тоже ходят в разные кружки. И также на «Артъеду спорты». Напомним, беспрецедентный проект государственного творческого финансирования по программе «Артспорт» стартовал в Казахстане с апреля 2021 года с целью максимального охвата детей бесплатными занятиями в кружках и секциях в возрасте от 4 до 18 лет. Нововведение призвано кардинально изменить охват детей массовым спортом и творческими кружками. Для этого были разработаны правила подушевого финансирования школьников. Согласно госзаказу, акиматы должны выделять бюджетные средства для поставщиков услуг, у которых занимаются дети. Казалось бы, дети заняты, родители довольны и кружковые работники обеспечены работой. Но не тут-то было. С марта месяца мне разрешили активировать только 43 заявки. Хотя я подавала на 100. Вот меня вопрос интересует. 43 заявки – это по сути я оплачу в арендную плату. В арендную плату это кабинеты, да. Мне хотелось бы, чтобы дали активировать полностью мои 100 заявок, чтобы финансирование прекращалось. Сабина Жакишева уже 10 лет занимается организацией кружковой работы. После того, как узнала о программе «Артспорт», решила поставить бизнес на твердую основу. Распрощалась с полуподвальным помещением и арендовала площади в торговом центре, куда удобно добираться детям. Взяла кредит и закупила оборудование. В феврале открылись. Дети приезжают сюда даже с октаться сарани Шахтинской и Тимиртау. Уже в марте на специально созданном в Республике информационном портале для регистрации и подачи заявок ей, как поставщику услуг, из 100 заявок одобрили меньше половины. А теперь и вовсе объявили, что финансирования в полном объеме за март не будет, а лишь 30%. Затем по 30% в апреле и мае. А как нам существовать? Вот именно вопрос. У меня преподаватель есть. Преподаватель живет в Саране. С города Саране ездит у меня преподаватель. Получается, я не могу объяснить, что, извините, сейчас 30% нам оплатят для того, чтобы мы оплатили аренду, а вы пока живите до мая. Я вам в мае, может быть, оплачу. Ну как так возможно? Не будет преподавателя, соответственно, я не смогу обучать детей. И мне придется переходить на коммерческую основу обучения. На коммерческую основу обучения я не смогу перейти, потому что у меня есть дети с социально уязвимых семей. Подобная ситуация по всей стране, как под копирку, чиновники не рассчитали возможности бюджетов и благая идея с бесплатными кружками может приказать долго жить. В Управлении культуры, архивов и документации Карагандинской области вот как комментируют ситуацию. Из выделенных из местного бюджета на начало 2022 года 205 миллионов 128 тысяч тенге, свой на 165 миллионов тенге. Остаток средств составляет 40 миллионов тенге, которых по расчетам хватит на оплату 30% от суммы, которая будет выставлена поставщиками по табелям и актам за март. Из заявленной потребности на дальнейшее финансирование областной бюджетной комиссии поддержана сумма в размере 300 миллионов тенге, которая будет утверждена сессией Карагандинского областного маслехата ориентировочно в середине апреля. В целях поддержки поставщиков было принято решение о пропорциональном погашении задолженности перед ними до поступления дополнительно выделенных средств. Оставшиеся суммы будут погашены после поступления финансирования по итогам утверждения уточнения бюджета сессии маслехата. По состоянию на 31 марта текущего года в Карагандинской области в рамках госзаказа действует 183 кружка с охватом 7 923 ребенка по 25 направлениям. Подано 10 030 заявок на посещение. Активировано 8 935 ваучеров. Вопрос дальнейшего финансирования проекта «Артспорт» рассматривается на республиканском уровне.